Олонхо Нюргунбатур Олонхо – нерукотворное создание, и вы не сможете сжечь, как гирострад. В 1947 году появилась опера Нюргунбатур, и с этой оперы началось становление музыкального профессионального искусства в Якутии. А сегодня опера Нюргунбатур на главной сцене России в Большом театре. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ПЕСНЯ Идея Андрея Александровича Борисова – объединить академический театр и театр народный лонг-худ. Это очень такая оригинальная, свежая идея, и благодаря этой идее мы можем показать аутентичность того, что хотел Марк Николаевич. Он уже собирал якутский народный эпос, и это должно было изначально исполняться с помощью народного пения «Калыгах». Благодаря тому, что мы объединили театр народный, который играет на народных инструментах, имара, варган и тетива, они отдельно, как бы в параллеле с оркестром. Это создать такую атмосферу, чтобы мы все могли почувствовать, окунуться в истоки якутской музыки. Огромный объем хора, театра и хора-филармонии. Артисты замечательные у нас. Туя Муко, главная певица Екатерина Карякина. Имеет очень красивый голос, мать сопрано. И очень яркий и запоминающийся тем. Ту фактуру, которую создал Руслан, она позволила разнообразить монодию вокальную, потому что все вокальные арии строятся на трех или максимум на четырех нотах. Представьте, как поддерживать интерес к этому звучанию. С помощью гамм, с помощью сонорики оркестровой, с помощью разнообразной фактуры, тембра, музыкальных инструментов. Благодаря этому и высвечивается вот эта вот вокальная монодия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Марк Жирков и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok И Марку Жиркову это удалось. Сейчас у вас новая версия. Расскажите, как вы работали? Для меня было очень важно не нарушить цельность, не нарушить никаким образом. Я знаю, что это зачинение оперы Нюргун Боттер очень важное в вашем искусстве. И я хотел очень аккуратно, деликатно создать свою партитуру, чтобы не помешав ни в коем случае замыслу автора, как-то осовременить ее, в какой-то степени освежить, чтобы она была доступна не только для зрителей, которые знают ее с детства, да, эту партитуру и эти мотивы, а и для современного слушателя. Лонхо вас уже увлекло? Конечно, разумеется. Во-первых, сами интонации, минималистические мотивы, состоящие из двух-трех нот, комбинирующих между собой, они для европейского, так сказать, мыслящего музыканта, они достаточно слажены. И поэтому в этом были определенные сложности для нас. Но мне кажется, все получилось достаточно органично. Я получил колоссальное удовольствие. Во-первых, ну, естественно, от работы с таким удивительным, потрясающим материалом и текстом, и музыкальным. А во-вторых, конечно, от работы с вашим чудесным коллективом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Поехали! 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 Я смотрю, я понимаю, что почему-то я думаю о Снегурочке Островского, я думаю о Руслане и Людмиле. И я понимаю, что мы родные, две культуры, мы родные, там есть какой-то прям между нами какая-то русская и якутская культура, какая-то связь прослеживается. Спасибо Андрею Саевичу за то, что у нас есть возможность прикоснуться к вашей культуре. Снегурочке Островского Снегурочке Островского Снегурочке Островского Снегурочке Островского 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 высокими фольклорными традициями. Очень интересно наблюдать, как это преломляется в современности. Респект отдельный художнику по костюмам. Нам было очень интересно за всем этим наблюдать. И это тот случай, когда ты приходишь из театра, и тебе хочется продолжить постижение того, что ты затронул небольшим краем, кусочком, какие-то два часа времени. Спасибо за то, что вы согреваете нас своим творчеством, своей энергией, за ту красоту, которую Якутия принесла в это уже предновогоднее время, за то настроение магии, волшебства и, безусловно, победы добра над злом. Ведь эта сказка, она вечно как мир. Битва сил света и тьмы о любви, о верности, о мужестве, о подвиге. И очень приятно увидеть постановку мирового класса на этой заслуженной сцене. Такие высокие таланты, которые ребята профессионально нам дают. Большое спасибо. И, конечно, в год столетия Якутской ССР это особенно приятно. Ждем 400-летие образования Якутии. Уже поговорили, что надеемся увидеть эту постановку и на традиционной сцене Большого театра. Продолжение следует...